Приветствую вас. Я думаю, что начать надо бы с того, в первую очередь, чтобы определить, в чем конкретно ваш затык, то есть в чем конкретно ваша проблема. Ну, вы её не можете разлюбить. Хорошо, вы не можете её разлюбить. Но так не обязательно её разлюблять. Любите её, любите её дальше, испытывайте к ней чувства, испытывайте к ней те эмоции, которые у вас есть, в чем проблема. Если эти эмоции причиняют вам страдания, тогда да, это очень другой вопрос, если эмоции страдания причиняют. Но, если страданий нет, то я не вижу никаких проблем на здоровье, испытывайте к ней чувства и так далее. Другое дело, что вы говорите о том, что вы чувствовали себя использованным. Другое дело, что вы пишите о том, что она использовала вас. И вот это уже момент, момент о том, как вы строите отношения, как вы их устраиваете. То есть я хочу сказать, что если вы, к примеру, значит, вот вы пишите, что я влюбился в неё сильно. Сильно это как? Сильно это как? Что вы подразумеваете себя с сильной любовью. Ну и... А значит... Так далее. Ну вот. А значит... Нужно разбираться... Нужно разобраться. Нужно разобраться. С чем связано ваше, ну... Такое вот, значит... Состояние, да? Вот. Значит... Дальше. Следующий момент. Значит, вы пишите, что вы начали давать ей деньги, что вы начали делать ей подарки. Это очень важный момент. Зачем и для чего вы это делали? Зачем и для чего вы так поступали? То есть... Почему вы решили для неё так действовать? Ведь неважно, как она вас воспринимает, да? Да, неважно, значит, пользовалась она вами или нет. Важно то, что вы сами так решили. Вы решили ей давить эти самые подарки. Понимаете? Вот. И вот только в том... Для чего? Только в том, что вы... Хотите получить или хотели получить от девушки. Что она вам обещала? Дальше. Она была не против со мной отношения. Что значит, что она была с вами не против отношения, Владимир? То есть, ну, вы же понимаете, что одно дело, если у неё есть какие-то чувства к вам, и совсем другое, если она просто принимала от вас то, что вы в общем и целом готовы ей были дать. Понимаете? Да. То есть, как бы... Тут очень важно, как вы выстраиваете с ней отношения. Тут очень важно, как вы это делаете. Тут очень важно, что, ну, значит... Что вас объединяет. Вот. Понимаете? Понимаете? Какая история. Вот. 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 В принципе... В какой момент? То есть, очень многое зависит от того, как вы изначально поставили себя в отношениях. Очень многое зависит от того, как изначально вы себя вели. Очень многое зависит от того, как воспринимала вас девушка. Понимаете? Дальше. Так. Оказалось, что она просто пользовалась мной и пользовалась тем, что я ее люблю. Ну вот, как Владимира, как можно пользоваться тем, что кто-то кого-то любит? Как можно пользоваться? Скажите. Опять. Ну, вас же никто ведь не доставлял, правильно? Я полагаю. Ну, дарите ей подарки. Вас ведь никто не доставлял что-то делать для нее. Понимаете? То есть, вы вину, вероятно, значит, сами так вот себя поставили. Дальше. Дальше. Идем. Так. Значит, дальше. Мы часто ругались, когда я хотел что-то уточнить. Опять же, Владимир, вот вы пишите, мы часто ругались. Кто мы? Вы часто ругались. Ответ на вопрос необходимо найти, почему именно вы ругались? Именно вы ругались, почему? Вот. Понимаете? Такая история. То есть, это очень важный момент. То есть, определите этот аспект для себя. Почему ругались, а именно вы? Дальше. Так. Значит, когда я хотел что-то уточнить, выяснить, что-то уточнить, выяснить. А что именно вы хотели уточнить, выяснить? Почему это для вас было настолько важно, что вы ругались с ней? То есть, я ее не оправдываю, но речь-то идет о вас. Выяснить так. При одной сильной ссоре я начал требовать у него деньги, которые я давал и телефон, который я подарил на его растение, потому что узнала от ее подруги, что она не только со мной связана, но и с другими парнями. Ну, во-первых, как бы, если вы требуете назад то, что подарили, то, наверное, вам нужно ждать какой-то реакции. Ну, как бы, тут очень важно понять. Понятно. Ну, вот. Понимаете? То есть, как вы решили, ну, чтобы, ну, возвращать подарки и так далее. Понимаете? То есть, это вот такой момент. Дальше. Вы пишите, что узнали от подруги. То есть, ну, вы не были уверены в своей девочке или как? Понимаете? То есть, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Ну, мне кажется, что это как минимум означает, что у вас и на денег не было доверия, получается. Дальше. Так, меня это донослило. Всем, опять же. Тем, что вы, не узнав девочку, решили слишком быстро начать вкладывать в неё, ожидая от неё чего-то. Честно говоря, что не стоит мне на неё надеяться, что это значит. Что это значит, что это значит не стоит мне на неё надеяться. Как это понятно, что у меня есть шанс? То есть она имеет в виду, что отношения с вами не хочет или она презирает себя за то, что сделала? Если первое, то нормально, что она не хочет с вами отношения, возможно, не хотела. А если презирает себя, ну всё, в таком случае вы можете либо доказать ей, что она достойна, просто показывая ей, ну, показывая ей её поведение, да, показывая ей своё отношение к ней. Либо вы можете, в принципе, в принципе, посоветовать ей обратиться на наши ресурсы, мы ей поможем. Потому что то, что она делает, связывается со многими парнями, это не отгоняет хорошей жизни на самом-то деле. Вот. То есть определите сами, что вы хотите для себя. Дальше, подскажите, как быть, что бы что. Я не могу её разлюбить, а всем проявляется ваша невозможность разлюбить, то есть как бы, ну, что конкретно вас напрягает Владимир. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо.